Дома такая не получается. В школе всегда вкуснее было. Жалоб на школьную еду от детей эти родители не слышат. Но говорят, проверять всё равно надо. В 38-й школе мамы продегустировали и первые, и вторые блюда, и выпечку, которую больше всего хвалят их дети. Сами родители ценят то, что меню в школах сбалансировано. Чтобы соответствовало технологии приготовления, чтобы не было жареного сильно. То есть всё было в рамках правильного питания. Чтобы у детей был повышен иммунитет, стараемся сделать так, чтобы в этот объём питания, который рассчитан на 7-11 лет и на 12-16 лет, вводил весь баланс, комплекс витамин, белков, углеводов и жиров. Поэтому, мало того, нам надо приготовить так, чтобы детям было ещё и вкусно. Затем, чтобы полезная еда была ещё и вкусной, следят технологи и повара. В 38-й школе в столовой более 15 лет работает одна команда. Она успела изучить вкусы и пожелания детей. Ну они просто, если что, если они не любят, они просто замолчат. А когда всё съедают, а некоторые съедают по 5-7 порций каши. И готовим, как я бы готовила для своего внука. Подаешь, как своему внуку. Сегодня вкусные блюда и профессионализм обслуживающего персонала получили наивысшие оценки от родителей и учеников. Сами дети тоже довольны едой. Каким будет их завтрак или обед, они выбирают сами. Учреждение подключено к системе «Цифровая школа», в которой можно увидеть меню. Есть приложение такое, и заходишь в него, смотришь, какое меню, что там есть, что сегодня может быть. Плюс ко всему, ты оплачиваешь, когда питание, то по безналу ребёнку не нужно наличку с собой носить. У него есть на его счету всегда деньги. То есть родитель знает, когда там что заканчивается, он может пополнить баланс. Организацию школьного питания постоянно контролируют родители. Они вместе с руководством школы, врачом и ответственным за работу столовой входят в специальную комиссию, которая ежедневно пробует контрольные блюда. Несколько раз в год родители собираются на завтрак с директором. Родители, которые дети учатся у нас, вы слышали, четверо-пятеро детей у нас учатся. Родители уже с нашим питанием знакомы. А вот первоклассники, родители приходят очень с удовольствием. В том году первая у нас встреча была, это была тоже в сентябре. Потом мы приглашали родителей, когда на обеды. Ученики начальных классов, дети с УВЗ, из многодетных и малоимущих семей питаются бесплатно. Для остальных завтрак обходится в 70 рублей, обеды в 120.